На этот раз ценители классики окунутся в культуру 17 века. В период развития европейской академической музыки родились такие произведения, как Фоги и Иоганна Себастьяна Баха, времена года Антонио Вивальди и другие интересные сочинения, полные динамики и пышности эпохи барокко. Произведения этого времени до сих пор изучаются и исполняются на мировых сценах. Вот и музыканты Сочинского симфонического оркестра решили продемонстрировать максимум своих возможностей, представив публике аранжированные Бахом сочинения Вивальди. Это концерты для двух скрипок, виолончелей и четырех клавиров с оркестром. За что я люблю ворочную музыку? За то, что как раз на ней проверяются музыканты, на ней все видно и слышно. Если музыкант любит музыку, это слышно сразу. Это видно по лицу, это видно, как он инструмент держит, видно, как он с мычком работает. Видно, как он слушает соседей. Почувствовать игру коллег в необычном для себя статусе придется и самому главному режиссеру. Олег Солдатов сыграет с тремя ведущими сочинскими пианистами – Валерией Анфиногеновой, Татьяной Балекоевой и Суреном Вартаняном. Немногие филармонии в России могут похвастаться таким богатством – выставить сразу четыре рояля на одной сцене. Этот баховский концерт для четырех роялей с оркестром вообще в мировой литературе представляет свою большую редкость. И лично для меня, как музыканта, как пианиста, это представляет большой интерес. Вообще музыка барокко, она характерна именно вот этим духом совместного творчества. Насладиться музыкой позднего барокко в исполнении Сочинского симфонического оркестра жители и гости курорта смогут 29 августа в зале органной и камерной музыки.